Что, соколики? Всем привет! Вы на канале HelloSelo, меня по-прежнему зовут Родион. Ну и давайте пообщаемся по поводу изменений в нашем воронежском футболе, которые произошли, по крайней мере, за это летнее межсезонье, за это летнее трансферное окно в футбольном клубе «Факел» из города Воронеж. Но прежде чем мы перейдем к основной теме, я хотел бы вам с вами поделиться вот этой крутой полуфутболкой, которую вы можете приобрести у меня через группу ВКонтакте. Это новый мерч, помимо предыдущей футболочки, как женской, так и мужской, у нас добавилась такая полуфутболка с надписью «Зафакел родной» и фирменными цветами. Нежный василек называется цвет, поэтому кому интересно, переходите в группу ВКонтакте и приобретайте. И также я обращу внимание, что для подписчиков на Бусти скоро будет разыграна также фирменная футболка с бобром, фирменный мерч. Следите и присоединяйтесь на Бусти, принимайте участие в розыгрыше. Тем самым вы поддержите мой канал и поспособствуете его развитию. Ну а теперь к теме данного выпуска. Итак, в первую очередь мы поговорим о тех, кто ушел. Самый громкий уход, это, пожалуй, уход Романа Акбашева, о котором многие уже слышали, я на эту тему выкладывал видео. Рома ушел в Ростов, мы желаем ему удачи. Воронежская публика очень любит Романа Акбашева, он потворил прекрасный дубль ворота Енисея в финальном матче, который позволил сохраниться Воронежу в элите российского футбола. Поэтому, Рома, желаем тебе успешной спортивной карьеры дальше в Ростове. Ну и куда дальше жизнь занесет. Далее, другой громкий уход, это уход Георгия Гангадзе. По истечению срока контакта клуб и футболист не смогли договориться о новом контракте, поэтому я лично еще не знаю, где будет играть Георгий Гангадзе. Гангадзе, да. Но при этом всей душой желаю ему успешной футбольной карьеры. Георгий блестящий нападающий, который очень полюбился воронежской аудитории. И, Жора, мы тебя любим. Теперь к более локальным, что ли, изменениям в структуре факела. В первую очередь начнем с руководства Романа Схабадзе, генеральный директор. Кирилл Котов, спортивный директор. Александр Самедов, старший селекционер. Все они продлили контракт по факту с правительством Воронежской области, наверное, это стоит правильно так называть, еще на один год. Поэтому данная команда топ-менеджеров продолжает работать с футбольным клубом «Факел». Лично я, мое субъективное мнение, смотрю на это все благосклонно, потому что ребята опытные, ребята со связями и знают, как грамотно строить бизнес в воронежском футболе. Хотел сказать, в российском футболе, потому что связи действительно многое что решают. И во многом благодаря и связям, и грамотным навыкам управления эта команда сумела сохранить факел в РПЛ. Невзирая на то, что футболисты, безусловно, бились акель-вы на футбольном поле. Поэтому продолжаем трудиться и верим в команду. Кстати, о стадионе. Если вы видели заявление, то Александр Гусев, губернатор Воронежской области, проводил совещание, на котором обсуждался будущий проект реконструкции Центрального стадиона профсоюзов, нашей основной арены. Арена будет вмещать 22 тысячи человек и станет исключительно футбольным стадионом. Уберутся беговые дорожки. По крайней мере, предварительные проекты обсуждаются. За проект возьмутся белорусские подрядчики. Что ж, поживем, увидим. Пока это вся информация, которая есть. О подробностях, как только они будут появляться, буду сообщать на канале. Двигаемся дальше. Изменения во вратарской линии футбольного клуба «Факел». В первую очередь стоит отметить, что ушли такие ребята, как Городовой Свинов, по разным причинам. Свинов, если я не ошибаюсь, забрал «Спартак», а Городового у Городового истек срок контракта. И в замену им пришли великий аксакал аутечественного футбола Александр Белинов. Уроженец Белгорода, ветеран, я бы сказал бы, но очень опытный вратарь, который, если я не ошибаюсь, выступал даже за сборную России. Здесь можете меня поправить. И минувший сезон отыгравший в Казанском Рубине. Александр попонял наш клуб. Я очень рад такому опытному вратарю. И ему в компанию взяли вратаря «Химок» Виталия Гудиева. Это уроженец Владикавказа, который минувший сезон, насколько всем известно, отыграл в «Химках». И сейчас перешел в Воронежский клуб. Виталий, рады тебя приветствовать. Также из «Химок» пришел Александр Долгов. Это наш земляк, воронежец. Долгов является нападающим. И он будет заменой по позиции ушедшему Георгию Гангадзе. Дальше продолжаем трансферную политику. Отметим приход молодого футболиста. Это Абдуллы Богомаева. Футболист 2004 года рождения, 18 лет, если я не ошибаюсь. Абдулла Богомаев заключил с факелом долгосрочный контракт. Но у Лока, из клуба, с которого перешел Абдулла, есть право обратного выкупа футболиста. Абдулла Богомаев является универсальным полузащитником. Поэтому, я думаю, футбольному гению Вадима Евсеева удастся найти для этого молодого, у вундеркинда, будем так говорить, для этого молодого парня подходящую позицию на футбольном поле. Прежде чем мы поговорим о самом громком трансфере на данный момент, я бы отметил то, что Валерий Царюкян, воронежский футболист, теперь полностью ушел из нашего клуба. Мы желаем Валерию успешной карьеры. Права на него выкупила Владикавказская Алания. Ну а минувший сезон Валерий Царюкян отыграл за Астраханский Волгарь, где отметился достаточно классной, отличной игрой. Становился даже MVP лучшим футболистом Марта, если я не ошибаюсь. Здесь можете меня поправить, знатоки. Поэтому, Валера, удачи тебе. Ну а теперь мы переходим к более громкому изменению, трансферу. Это переход Федора Кудряшова в Воронежский клуб. Федор является уже взрослым футболистом, далеко за 30. Но давайте по порядку. Федор Кудряшов – это участник чемпионата мира в 2018 году, участник чемпионата Европы в 2020 году, участник Лиги наций, Кубка конференции. Очень именитый футболист, который последние два года отыграл в Турции. Последний его клуб – это Анталья Спор, из которого он к нам и перешел. Поэтому я очень рад такому сильному пополнению. И уверен, что помимо того, что Федор может помочь нашей команде на футбольном поле, он обладает богатым багажом знаний, которым может поделиться с подрастающим поколением, с подрастающими футболистами. Да и вообще опытные игроки всегда на вес золота. Поэтому, Федор, мы очень рады тебя видеть. Ну а вы, дорогие друзья, пишите свое мнение в комментариях, какой из этих трансферов, уходов или приходов в клуб стал для вас самым громким изменением пока что на данный момент в этом межсезонье. Мне будет очень интересно почитать ваше мнение. Давайте обсуждать. Я приглашаю вас к общению в комментарии под этим видео в YouTube. Не стесняйтесь оставлять комментарии. Это помогает продвигать видео. И просто делитесь своим мнением. Также не забудьте поставить большой палец вверх или вниз, чтобы я понимал, интересует вас подобный формат видео или нет. И, конечно, присоединяйтесь к моей группе ВКонтакте, где вы можете также общаться, приобретать фирменные футболки. Скоро будут кепки, я надеюсь. Продвигаю этот проект также. Опять же, если вам нравится, буду рад, если вы подпишетесь. И, конечно, телеграм-каналы. Это телеграм-канал HelloSelo, посвященный исключительно футбольной тематике и спортивной. И мой личный телеграм-канал Правдухин говорит. Что ж, друзья, что нас ждет в перспективе? В перспективе нас ждет первая игра с Ростовом на выезде. Это будет первый матч первого тура этого сезона. Он пойдет на выезде. Я знаю, что туда пойдет очень много болельщиков. И сам бы с радостью присоединился бы к этой игре. Посмотрел бы с трибуны. Но у меня получается на эти дни командировка. Я в Ростов не смогу поехать. То есть у меня будут просто мои рабочие процессы. Поэтому следующий матч – это будет матч «Факел» Сочи. У нас в рамках Кубка России. Если я не ошибаюсь, 26 июля. Или 27, по-моему, 26. И после этого 30 июля состоится игра с «Локомотивом» в рамках второго тура Чемпионата России. Вот там-то, я думаю, мы с вами оторвемся. Отдельно бы затронул тему абонементов, которые было достаточно тяжело приобретать. В отличие от предыдущего сезона, очень мало кто смог взять, ну, во-первых, билеты там, где хотел. А во-вторых, ну вот, например, я всегда ходил одной и той же компанией на футбол. И так получилось, что один товарищ взял на центр, другой вообще не смог приобрести абонементы. Ну, а мне помогли мои подписчики. Андрей Цуприк и его жена. Спасибо вам, ребята. Без вас бы воронежская аудитория осталась бы без контента с «Восточной трибуны». Так что у меня приобретен абонемент на «Восточную трибуну». И, друзья, с вами увидимся с теми, у кому удалось взять и абонементы, и получится взять билеты на «Восток». Мы с вами увидимся на матче. Буду рад вашей обратной связи касаемо того, удалось ли вам взять абонементы. В этом году история была непростая, прямо скажем. Вот эта платформа «Кутикиц», которая там была задействована, с одной стороны дала сбой, но руководство пообещало, и лично Роман Гурамыч Асхабаза сказал, что этот вопрос будет решен. Тем более, что абонементы приобретались на первую половину сезона. А на вторую половину сезона, если успеет закончить строительство резервной арены, возможно, уже будут приобретаться абонементы на другую арену, которая, в свою очередь, будет вмещать всего лишь 10 тысяч болельщиков мест. Поэтому ажиотаж будет, безусловно, неописуемым на эти игры. Друзья, вроде бы я осветил все темы. Пишите свое мнение в комментариях, делитесь мнением, и до скорой встречи! Слушайте мою музыку на всех музыкальных интернет-площадках, можете подписаться на второй канал. Все ссылки, как всегда, в описаниях и в закрепленном комментарии. Ну и поддерживаем наш любимый Воронежский клуб. Вы у меня самые лучшие зрители, а «Факел» самый лучший клуб в мире. Ура-ура! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!